День с толком На новом рынке Полтора года ожиданий Слезы счастья на открытии путепровода А у некоторых слезы действительно были Моя коллега Анастасия Дороган Подготовила специальный репортаж В котором отразилось самые значимые события Во время ремонта путепровода Как строился мост Какие неудобства испытывали жители города Вспомним, как это было Майя 2022 Время, когда привычная жизнь барнаульцев изменилась Весной прошлого года В краевой столице построили новые трамвайные кольца Изменили автобусные маршруты И создали новую транспортную артерию города Пока дубль здесь спасает Так началась подготовка К важнейшему инфраструктурному строительству В современной истории Барнаула Реконструкции моста на новом рынке Который появился при строительстве Алтайской железной дороги В 1914 Здесь в этих местах Дорогу пересекал так называемый Томско-Московский тракт Это главная гужевая магистраль По ней серебро возили Ну а потом просто грузы возили уже Вот когда строили Алтайскую железную дорогу Это вот линия от Новосибирска Через Барнаул на Семипалатинск Значит сделали выемку У нас же получается Правый берег Аби он низкий А левый берег высокий И железная дорога С низкого на высокий берег Она же не может вот так вот подниматься Да это же продольный уклон Слишком большой Это машина может А пояс нет Поэтому нашли специальное место Где в левом берегу был хоть какой-то овраг Его углубили примерно до Уровня правого берега Удивительно что путепровод Приспособленный для автомобилей Трамваев и троллейбусов Построили здесь только в начале 60-х Спустя 60 лет непрерывной эксплуатации Он находился в предваринном состоянии Необходимость ремонта обсуждалась давно Но лишь в 2022-м Это оказалось реально Барнаул получил инфраструктурный кредит Правительства России И вот 21 мая Движение на мосту закрыли Сейчас конкретно наши специалисты Пока занимаются обустройством Пешеходного перехода Который позволит людям С трамвайного кольца На новом рынке Переместиться на остановку троллейбуса И в перспективе на остановку трамвая Которая будет в районе дома быта Автомобильный путь стал пролегать по Калинино От улицы Аносова до площади Октября Город привыкал На этих участках, а также на пионеров Цеховой и профинтерна стояли в пробках А на выделенных полосах для общественного транспорта Боролись за движение Привычное время в пути для барнаульцев Увеличилось вдвое Власти реагировали оперативно За месяц у барнаульцев Ступила стадия принятия В июне с моста демонтировали всю контактную сеть 90% несущих конструкций на трехпролетном путепроводе И 40% на четырехпролетном За это время автомобилисты привыкли к новым правилам А пассажиры стали использовать пересадочный тариф Уже тогда ремонт барнаульского путепровода Стал упаковываться в кейс Таких примеров в России нет Чтобы делались подобные проекты по путепроводам Запускался бесплатный тариф Делались выделенные полосы Здесь видно, что системная работа ведется И это не такое решение Мы закрыли мост Как хотите, так и добирайтесь Здесь все-таки сделано на опережении В сторону граждан очень много решений Даже гаражный кооператив у дома быта Остался невредим После специальных замеров Убрать потребовалось всего один гараж Еще одним сложным фактором в организации строительства Стал вопрос бюджета Ведь из-за санкций менялись логистика и цены Однако еще в апреле подрядчик дал понять Что ситуацию контролируют Деньги целевые Деньги никуда потеряться не могут Поэтому наоборот более гарантированный объект Нежели какие-то другие Пока мы видим, что цены на материалы стабилизированы Но мы как начинали оценивать при этапе торгов То есть объект Часть материалов, арматура чуть подешевела За весь срок стоимость проекта менялась дважды Включив дополнительные работы и в итоге достигла более 2 миллиардов рублей Рабочие разбирали старый мост днем и ночью Готовили участок установки свай новой конструкции И заново тянули через мост теплотрассу Чтобы успеть к отопительному сезону Расписание зависело от технологических окон, предоставленных РЖД Самая большая сложность – это железная дорога То есть вы видите Железнодорожники не каждый день разрешают работать Это во-первых Во-вторых, работы связанные на высоте Они всегда очень сложные В октябре строители приступили к самому объекту Изучали грунт, подготавливали место для свай Именно на этом этапе формировалась надежность и долговечность будущего моста Землю бурили, вынимали грунт и бетонировали Получался цементогрунт К началу 2023-го в Барнаул доставили мостовые пролеты Изготовленный на заводе Тюмень-Стальмост Несмотря на морозы, работы шли по графику В июне рабочие смонтировали первый пролет А в августе – самый большой Это самый протяженный пролет у нас – 48,6 метра Для этого привлекаются у нас большие погрузоподъемности краны Установка плит заняла все лето Их изготавливали на Барнаульском комбинате железобетонных изделий С учетом мнения организации, которые будут пользоваться мостом У нас изначально проектом была предусмотрена железобетонная плита Достаточно объемная по размерам и по толщине И от именно службы эксплуатации «Горэлектротранса» поступило предложение Поменять это конструктивное решение Потому что в дальнейшем для любых ремонтных работ По верхнему строению пути им бы приходилось только с грузоподъемными механизмами работать И к ноябрю осталось лишь заасфальтировать мост Точно в срок 30 ноября Новый путепровод торжественно открыли Огромные слова благодарности нашим барнаульцам, которые терпели, ждали открытия этого объекта Поэтому всем-всем спасибо Открываем в добрый путь После масштабных работ мост стал шире Три полосы в обе стороны и комфортные тротуары В этот день мост открыли для личного транспорта, для автобусов с 1 декабря Для эксплуатации путепровода все готово В следующем году останутся последние штрихи Покраска именно опор, восстановление благоустройства и устройство плиточного покрытия в трамвайных путях Это в первую очередь необходимо из-за того, что у нас в течение зимнего периода Будет проходить движение трамвая, будет усадка трамвайного полотна Закончат благоустройство к июню 2024-го Новому путепроводу закладывают как минимум 100-летний срок эксплуатации Мост, появившийся в 20 веке, перешагнет в 22-й Анастасия Дороган специально для телеканала Толк Еще одно важное событие этой недели Министром здравоохранения края в региональном правительстве нового созыва назначен Дмитрий Попов Распоряжение об этом Виктор Томенко подписал накануне В документе губернатор определил и его заместители Эти должности займут Наталья Белоцкая и Виталий Лазарев Кандидатура Дмитрия Попова была одной из трех В продлении полномочий которых сомневались местные эксперты Однако спустя более чем два месяца после инаугурации Губернатор утвердил его на пост главы регионального министра здравоохранения По неофициальным источникам нашего канала Представители краевой медицины могут неожиданно отреагировать на его повторное назначение К другой теме Еще одно важное назначение В Министерстве спорта края официально появился руководитель С 1 декабря на эту должность выйдет Иван Нифонтов Олимпийский призер, заслуженный мастер спорта России под ЗИТО И бывший депутат Барнаульской городской думы СИЗО 7-го созыва Напомним, он заменил на посту Максима Рябцева Который был назначен министром спорта края После того, как Алексей Перфилев подал в отставку в апреле 22-го года Руководство Рябцева запомнится общественности Главным образом двумя событиями Переездом Краевой федерации шахмат в новый дом И скандальным корпоративом Около 650 человек собралось на этой неделе на митинги Против создания мусороперерабатывающего комплекса у Павловска Акция прошла мирно, но были проблемы с ее организацией Из-за чего мог отмениться митинг И как местные жители будут дальше продвигать свою позицию Смотрите в материале Данила Кузнецова Стадион «Юность» в Павловске в эти выходные Стал точкой притяжения жителей и правоохранителей со всего района Однако никаких спортивных мероприятий здесь не проходило Только митинг против создания мусороперерабатывающего комплекса Вблизи райцентра Организация подобного – не политическая акция Изначально акция могла сорваться из-за последствий недавнего урагана Однако местные депутаты считают, что это была лишь удобная отговорка За нами находится здание основной трибуны стадиона Проходил ураганный ветер и сорвало кровлю Как мы видим, территория стадиона огромная Соответственно, препятствий никаких нет А там было именно предписание, что нельзя или нежелательно? Нет, когда я обращался о проведении встречи моих депутатов в форме собрания Мне отказали именно на этом основании И все же митинг состоялся По подсчетам полиции на него пришло примерно 650 неравнодушных жителей Хотя по закону в гайдпарке может собираться до 100 человек Поэтому организатора ждет административный штраф Паловск – это самый чистейший был район И нам обидно, что… Я не могу говорить Что именно в нашем районе, в Паловске, хотят сделать мусороперерабатывающий комбинат Который не принесет никому, людям, добра Я жила наверху, там эти запахи доставали Представляете, если форточку не вовремя закрыл вечером, ночью Значит, ты будешь выдыхивать весь этот, я не знаю, как его назвать, смрад Мы неизвестно чем дышим А представьте, это всего лишь вот то, что у нас уже сейчас имеется В ходе митинга волонтеры собирали подписи, которые вскоре направят к губернатору Также была единогласно принята резолюция, в которой 10 пунктов Положения в бумаге коснулись не только отчетности депутатов и при остановке действий касательно создания комплекса Были серьезно затронуты вопросы земли и экспертизы Спасибо вам, дорогие павловчане, что вы так неравнодушны Если мы будем вместе, мы победим Теперь слово остается за местными депутатами Если большинство проголосует за переведение земли в другую категорию использования То сложности для постройки комплекса практически не будет, считает политолог Константин Лукин Тем более, рычаги давления есть Если митинг не поможет, местные депутаты намерены идти дальше и создавать референдум До осуществления этого плана активисты в Алтайском крае ни разу не доходили Из-за проблем с документацией, утверждают эксперты Однако, попытка не пытка Данил Кузнецов, Владислав Ковалев, День с толком Бюджет края на 2024 год принялся На этой неделе парламентарии утвердили главный финансовый документ региона большинством голосов Одна из фракций воздержалась Депутаты уже признают, что край ставит перед собой в следующем году большие обязательства В чем это проявляется, узнавала Анастасия Дороган Сегодня депутаты вернулись к первому чтению краевого бюджета на 2024 год Документ скорректировали после дополнительных 6 миллиардов рублей с федерации Итоговые строки – доходы 149 миллиардов, расходы 164 В некоторые сферы в следующем году федеральное поступление будет распределяться впервые Это единая субвенция на достижение показателей государственной программы развития туризма 111 миллионов рублей А также субсидии в целях софинансирования расходных обязательств Возникающих при реализации мероприятий по обеспечению детей с сахарным диабетом Это на систему непрерывного мониторинга глюкозы Общим объемом более 100 миллионов рублей А также субвенции на приобретение беспилотных авиационных систем Органами исполнительной власти в области лесных отношений в части мониторинга лесопожарной обстановки Отметили депутаты и еще один рост – собственных доходов С 77 миллиардов этот показатель вырос до 89 Надеемся на свои силы, подчеркивали выступающие Органы власти края берут перед собой амбициозные обязательства Я скажу о том, что наши собственные доходы Мы их формируем в объеме 89 миллиардов рублей Они преврастают выше, чем на 14% Отрасль реальной сектора экономики формирует на сегодняшний день И рост инвестиций, и, соответственно, рост капитала И, соответственно, рост поступления доходов в бюджет Ко второму чтению фракции подготовили больше сотни поправок на сумму 20 миллиардов рублей В законопроекте учли на 6 Они коснулись комфортной городской среды, покупки медтехники, повышения зарплат бюджетникам В целом, к этой сессии потяжелел дорожный фонд, бюджет КАИП и программы газификации И хотя у оппозиции остались вопросы к окончательной редакции финансового документа края Многие фракции отнеслись с пониманием расходов на СВО Нравится ли нам фракция ЛДПР фактически секвестированный бюджет? Нет, не нравится Нравится ли фракция ЛДПР программа развития края по 2% в год? Да тоже не нравится Понимаем ли мы, почему у нас бюджет такой И почему денег с федерального центра пришло, скажем так, меньше желаемых? Да, понимаем? Необходимо индексировать доплапал пенсиям народным, заслуженным работникам заслуги перед отечеством, трудовые и боевые заслуги, полагающихся приемным родителям в месяц Мы не можем проигнорировать вот это огромное количество граждан, доходы которых будут не индексированы, либо недоиндексированы Не поддержать бюджет в такое время, не боюсь сказать, равносильно помощи врагам нашего отечества КПРФ стала единственной фракцией, не поддержавшей бюджет 15 депутатов воздержались Это было главным вопросом сессии Другое важное решение должно остановить геноцид пчел Сегодня депутаты одобрили поправки, уточняющие процедуру обработки фермерами полей Закон указывает четкие сроки и каналы оповещения и информацию, которую должны указывать аграрии Каким способом будет проводиться обработка полей? Воздушным, наземным Наименование препарата обязательно указывается Указывается и водозировка, срок действия и срок изоляции пчел Кроме того, сегодняшним решением у общественных наблюдателей, которые проверяют соблюдение прав человека в местах принудительного содержания Появилось краевое финансирование для оплаты бензина или транспорта или командировок за пределы края В следующем году для них выделят 310 тысяч рублей Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов, День с толком Добиться компенсации за порчу имущества во время урагана вполне возможно Как действовать жителям региона, чье имущество пострадало от разгула стихии? Об этом нашему телеканалу на этой неделе рассказал юрист Напомним, 19 ноября горожане, в частности автомобилисты, пострадали от разгула стихии И до сих пор пытаются добиться денежных выплат с тех, на чьей территории произошло ЧП С управляющих компаний, застройщиков и администрации города Безусловно, погодные условия И я думаю, что здесь причинители вреда Они будут достаточно внимательно к этому относиться Стараться упирать, представлять там различные справки из органов у нас Которые мониторят погодные условия и так далее Но здесь, опять же, вопрос оценки суда, с одной стороны С другой стороны, у нас вывесок, например, тех же самых, да, или фасадов Тысячи, оторвались единицы Ну, это, наверное, о чем-то говорит, наверное, о том, что они были ненадлежащим образом закреплены И, ну, не такие уж это и ураганные были явления И вот, ну, как бы из практики судебная на сегодняшний день Даже не то, что уйти от ответственности со ссылкой на вот такого рода справки А даже просто ее в какой-то степени уменьшить Ну, не так много и не так часто это происходит, на самом деле То есть это не цунами, не какое-то там наводнение и так далее, да, какое-то Действительно, которое носит форс-мажорный характер Это, ну, такие достаточно жесткие природные явления Но, между тем, они должны, ну, быть нивелированы теми организационными мероприятиями И какими-то действиями ответственных лиц И должны были быть предотвращены Если же ответственные лица не идут навстречу и не решают вопрос с выплатами мирно То пострадавший вправе обратиться в суд А уж суд-то там точно разберется, а чья же все-таки это зона ответственности Но ситуация для управляющей компании, для застройщика Она несколько будет носить более тяжелый характер Потому что здесь уже выплаты будут в разы больше, чем человеку можно выплатить добровольно Вот на основании той оценки, которую проведут независимые, например, да, какие-то организации К слову, сейчас решается вопрос о возмещении ущерба автомобилистам Чьи машины были припаркованы у медцентра на улице Партизанской У здания обрушился фасад и повредил четыре автомобиля Барнаульская медклиника готова возместить ущерб Несмотря на то, что, отмечает руководство, парковка не относится к территории медицинского центра А находится со стороны городской улицы Ежегодно специалисты выявляют в среднем 1700 случаев заражения болезнью иммунодефицита в Алтайском крае Притом около 400 человек – это беременные женщины За последние 11 месяцев одним из важнейших направлений работы краевого спид-центра стала помощь инфицированным детям Как следят за здоровьем беременных и их детьми и какие тенденции сейчас наблюдаются в этой болезни, расскажет Данил Кузнецов Нет, это не роддом, а краевой спид-центр А это ребенок, рожденный от ВИЧ-инфицированной мамы Однако переживать за него не стоит, ведь Мария ответственно подошла к беременности Мне брали регулярно анализы, давали препараты, которые я принимала Когда мы вступали в роды, я также получала терапию Ребеночек после родов также получал терапию, чтобы не было заражения именно маленького Именно с забора крови и подтверждения опасного заболевания специалисты ставят на учет женщин в положении В последнее время число беременных с ВИЧ остается на том же уровне – 400 человек в год Общая заболеваемость тоже стабильна – 1700 новых случаев ежегодно Тем не менее, врачи отмечают феминизацию болезни Если еще 10 лет назад больше 60% случаев относилось к мужчинам, то сейчас они сравнялись с женщинами Вырос и возраст болезни, теперь чаще всего ее находят у людей средних лет – от 35 до 45 Также сменился путь передачи И по итогу прошедшего года и даже по предварительной информации текущего года Мы видим, что абсолютным лидером среди пациентов, у которых вновь выставлен диагноз – это половой путь передачи Он уже превышает 80% И это несравнимо с тем, что было даже 10 лет назад, когда основной путь передачи был Это путь за счет внутривенного употребления наркотиков После подтверждения анализа кровь идет в лабораторию Там с ее помощью проверяют, насколько хорошо функционируют внутренние органы Исследования также показывают, какие лекарства нужно принимать, чтобы минимизировать риск передачи заболевания младенцу Конечно, самый идеальный вариант, когда у нашей вичинфицированной женщины беременность наступила уже на фоне терапии На фоне неопределяемой вирусной нагрузки, то есть тогда, когда риск передачи сводится к минимуму В иных случаях, если не принимать препараты или прервать их использование, то риск передачи вируса ребенку повышается Однако таких людей немного, поэтому в Алтайском крае число зараженных новорожденных от вичинфицированных составляет лишь 1% Однако важно, чтобы после родов болезнь не передалась с молоком И так, рекомендации я тебе дала, как ты должна после родов там себя вести по вскармливанию ребенка Чтобы родное вскармливание у нас исключено, а ребенок будет на искусственном вскармливании Все дети наблюдаются у невролога и психолога Бывают случаи, когда ребенок заражается уже после рождения, поэтому специалисты проверяют нервную систему и когнитивные способности То есть мы активно сами выясняем, есть ли у ребенка особенность поражения нервной системы и в какой степени Либо это просто задержка речевого развития, либо это задержка нервно-психического развития, если это ребенок маленький Дети более старшего возраста, они практически все имеют у нас когнитивный дефицит Он выявляется в небольшом снижении успеваемости в школе Психологи, в свою очередь, рассказывают, как правильно объяснить ребенку о заболевании Лучше всего этим делиться в возрасте от 8 до 12 лет, когда достаточно созреет И желательно не использовать терминов, а сказать просто – не хватает иммунитета Данил Кузнецов, Андрей Печеркин, День с толком Власти Барнаула начали искать альтернативу привычному наполнению новогоднего городка На этой неделе они обсуждали установку аттракционов, ярмарочных павильонов, анимации, фотозон В такое положение специалистов ставит погода С нулевой температурой невозможно заготовить лед для строительства городка В администрации краевой столицы начали обсуждать подготовку к Новому году Главной точкой для проведения праздника вновь станет любимая горожанами площадь Сахарова Там установят ель и украсят площадку гирляндами Эти работы начнутся по графику, подчеркнули в администрации Параллельно, в зависимости от погоды, определяется наполнение городка Тем не менее, специалисты надеются на наступление настоящей зимы Тогда на площади Сахарова точно появятся снежный Дед Мороз и снегурочка Ледовые башни, барельефы и лабиринт Юная художница Алла Кащеева из Барнаула провела творческую встречу Девушка известна своим талантом Несмотря на особенность рук, Алла пишет картины и вдохновляет других людей Нашему телеканалу Алла знакома уже много лет Мы приезжали к ней в гости, когда Алла была совсем ребенком Сегодня девушка уже учится в колледже Что изменилось в ее жизни, расскажем в следующем сюжете Алле Кащеевой 16 лет Публике уже известно имя талантливой художницы И очень стойкой девочки, у которой от рождения на руках всего три пальчика Вы все знаете то, что и видели меня, что я не такая, как и все, я необычная девочка У меня аплазия предплечий рук и кистей Но несмотря на это, я спокойно живу, мне это никак не мешает В раннем детстве врачи ставили крест на судьбе Аллы и рекомендовали приобрести протезы Но мама девушки Елена, напротив, стала изобретать самые разные способы для развития моторики Ее стараниями Алла сегодня умеет сама готовить, краситься и даже писать картины Мы когда гуляли по лесу, по паркам, мы изучали кору у этого дерева Листики у этого дерева, травку Хочешь, то полежи на этой травке Выдерни ее, листики поподбрасывай Надо изучать, развивать вот эти пальчики Она когда родилась, у пальчика они просто висели А сейчас у нее полноценные, твердые, хорошие уроки Сегодня Алла уже не тот ребенок Она уже учится на программиста на первом курсе Девушка открыто рассказывает о своей жизни, делится опытом и даже устраивает такие творческие вечера Очень много произошло отрицательных, так скажем, ситуаций в моей жизни, которые я вспоминаю с болью Но я думаю, что я становлюсь что-то среднее между оптимистичным человеком и пессимистичным Я становилась и становлюсь более спокойной Я сама рисую, я не хочу никому подражать, я хочу быть такой, какая есть Я хочу выражать только то, что я хочу, а не остальное Нечего опускать руки, когда их нет, шутит мама Аллы Подобные встречи они планируют проводить еще, для всех, кто оказался в похожей ситуации Ведь красивая и талантливая девушка с живым примером доказывает, что все ограничения только в голове Ирина Корчагина, Дарья Ерошина, Владислав Ковалев, День с толком Что ж, такой мы запомним эту неделю А я напоминаю, что для вас работает телефон нашей редакции 205-545 Звоните, рассказывайте о том, что вас волнует Через несколько секунд узнаем, какой будет погода Спонсор прогноза – компания Эволар До встречи в эфире Субтитры создавал DimaTorzok